Аварии со смертельным исходом чаще происходят по вине водителей сильного пола. А вот перечень самых опасных автомобилей возглавляет Киарьо. Об этом говорит статистика. Здравствуйте, я Инга Габешия и на канале ВКТ. Время программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Ну а вот в Сочи в разгар летнего курортного сезона зачастую виновниками ДТП считаются джипы. Внедорожники, работающие на джипинг-турах, и переворачиваются, и рассыпаются на глазах у полицейских. Проще говоря, не соответствуют требованиям безопасности. В целом же о безопасности на сочинских дорогах мы сегодня поговорим с временно исполняющим обязанности начальника ОГИБДД УВД по городу Сочи подполковником полиции Александром Кузьминым. Здравствуйте, Александр Владимирович. Вопрос безопасности дорожного движения стоит достаточно остро, поскольку каждый день дорога, к сожалению, уносит человеческие жизни. В этом году, увы, в нашем городе произошло много смертельных аварий. Итак, как вы оцениваете дорожную ситуацию в городе и какие основные причины ДТП можете назвать? В течение 7 месяцев 2018 года на уличной дорожной сети города Сочи было зарегистрировано 267 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 39 человек, к сожалению, и 341 получили ранения различной степени тяжести. В свою очередь, основными причинами ДТП является выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор скоростного режима, также непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах. Ну и зачастую основными причинами также являются нарушения самими пешеходами правил дорожного движения. Это переход в неустановленном месте, перед близко идущим транспортом и так далее. Ну, значит, в свою очередь хотелось бы сказать, что те граждане, которые прибывают к нам на отдых, значит, те транспортные средства, которые прибывают, это все усиливает нагрузку на улично-дорожную сеть, значит, граждан, которых прибывают на отдых, опять же увеличивается. Зачастую не соблюдают правила дорожного движения как и пешеходы, так и сами водители. В свою очередь это все идет к негативным последствиям и возникновения ДТП. То есть различать нельзя? Виновниками как и пешеходы, так и водители являются? Ну, в свою очередь, конечно, различать нельзя. Почему? Потому что и те, и другие участники дорожного движения, как и водители, так и пешеходы, и несут персональную ответственность за нарушение правил дорожного движения. Поэтому и те, и другие должны быть внимательны и соблюдать правила дорожного движения. А какая ситуация в Сочи с детским дорожно-транспортным травматизмом? Дети, как участники дорожного движения, стоят на особом контроле. И каждое дорожно-транспортное происшествие с участием детей, конечно, вызывает особую тревогу. Значит, вот с начала года произошло с участием детей 48 дорожно-транспортных происшествий. И 53 ребенка получили ранения. Это тоже, конечно, очень большая цифра. В свою очередь, госавтоинспекция обеспокоена этой сложившейся ситуацией. Постоянно проводятся профилактические мероприятия с детьми в школах, в детских садах и так далее. Родительские собрания с родителями проводятся в школах в присутствии именно инспекторов по пропаганде с сотрудниками дорожно-патрульной службы. Но также бы хотелось обратиться и к родителям, те, которые перевозят детей в школу, может быть, в детские дошкольные учреждения. В свою очередь, должны пользоваться детскими удерживающими устройствами, пристегивать детей обязательно. Ну и являться примером для подражания детей. То есть переходить в установленном месте, рассказывать детям о безопасном поведении на дороге, чтобы они были внимательны, не перебегали перед близко идущим транспортом и так далее, дорогу. В свою очередь, вот эти моменты, если взрослые будут соблюдать, мы, конечно, избежим многих автоаварий с участием детей. Как известно, курортный сезон встречает гостей всевозможными экстремальными развлечениями. Один из популярных – это джипинг. Водители внедорожников предлагают отдыхающим прокатиться с ветерком там, где даже у пешехода дух захватывает. Ну, результаты таких покатушек порой очень трагичны. Да, я действительно с вами соглашусь. Сейчас определенную, так скажем, популярность приобрел этот вид деятельности, джипинг так называемый. В свою очередь, естественно, мы понимаем, что он проходит в необустроенных местах, то есть по лесным дорогам так называемым. В свою очередь, это ведет к негативным последствиям то же самое. Почему? Потому что необходимо уметь водить автомобиль в горных условиях. Не все это умеют, потому что приезжают люди подзаработать, так скажем, денег из других регионов. Но, в свою очередь, нужно обращать внимание на технические исправности транспортного средства, на ту документацию, во-первых, которая согласно правилам дорожного движения необходимо иметь водителю, ну и второе, где выпускается транспортное средство, то есть путевой лист. Это обязательные отметки медика, механика перед тем, как водитель поедет в рейс. Естественно, те граждане, которые находятся на этом отдыхе, они могут спросить и стребовать документы, то есть им не безразлична своя жизнь и жизнь близких родственников, либо друзей и так далее. Что хотелось бы еще, на что обратить внимание. Те водители, которые занимаются этим видом деятельности, быть предельно внимательными и осторожными при перевозке пассажиров, не нарушать скоростной режим, двигаться в горных условиях непосредственно согласно тех рекомендаций, которые им дают при выпуске на линию. Вы регулярно проводите рейды в разгар курортного сезона именно по джиппингу. И встречаются ли законопослушные водители? Да, конечно. Мы проводим рейды на систематической основе, выявляем и неисправности транспортных средств, переоборудование. Кто-то не пристегивается сам, кто-то не пристегивает детей, не пользуется детским удерживающим устройствами. Составляются, в свою очередь, административные материалы, как на водителей, так и на должностных лиц. Но, в свою очередь, хотелось бы отметить, что сейчас тенденция все-таки к улучшению ситуации, в том плане, что водители все-таки берут путевую документацию, заключают определенные договора с автотранспортными хозяйствами, которые имеют право выпускать транспорт на линию, страхуют жизни и здоровье пассажиров и, конечно, законопослушно выполняют те требования, которые предписаны законами, подзаконными актами. И вот и в продолжении вопроса хочу спросить про организацию пассажирских перевозок, ведь многие к морю едут на автобусах. Так вот, насколько техническое состояние этих автобусов соответствует требованиям безопасности? И много ли выявляется нарушений в этой области? Пассажирским перевозкам, именно автобусам большой вместимости уделяется особое внимание. К нами также проводятся систематические рейдовые мероприятия, в которых особое внимание уделяется техническому состоянию транспортных средств, именно автобусам. Значит, что хотелось бы отметить, что на въезде, это Магри у нас пост есть и пост ПСОУ, да, там систематически работают рейдовые группы при участии заинтересованных служб, так как и Ространснадзор, ГИБДД и сотрудники ДПС. При этих рейдовых мероприятиях проверяется путевая документация, проверяется техническое состояние, как я уже отметил, ну и, естественно, режим труда и отдыха. То есть это те приборы, тахографы, которые установлены в автобусах. Мы каждый автобус проверяем при въезде. Значит, что касается перевозок именно внутригородской сети города Сочи, это предприятия, которые здесь у нас осуществляют свою деятельность. Их у нас семь автотранспортных предприятий, там примерно порядка 970 автобусов находятся, и работают тысячу, где-то полторы тысячи водителей. То же самое мы делаем систематические выпуски транспортных средств на линию, значит, рейдовые мероприятия, то же самое. Значит, в каждое автопредприятие заходим непосредственно согласованием прокуратуры, проверяем их деятельность на предмет пассажирских перевозок, автотранспортной деятельности. Ну и, естественно, на комиссии по БДД поднимаем вопросы, те, которые требуют актуальных решений. Александр Владимирович, будем смотреть правде в глаза и скажем, что с наступлением курортного сезона город превращается в одну сплошную пробку. Самые большие заторы это у нас в Лазаревском районе, Лао, Дагамыс. Понятно, что к нам на побережье едут со всей стороны, машин много, дороги мало, на всех ее не хватает. Какие меры принимает госавтоинспекция, и возможно ли решить эту проблему, образно говоря, одними свистками и жезлами? Естественно, мы понимаем, что свистком и жезлом эти вопросы не решить. Почему? Потому что вопрос комплексный, и подход необходим комплексный. И заинтересованные те ведомства, которые участвуют в процессе отработки данных моментов, должны все сообща решать эти вопросы. Естественно, основная проблема – это наш горный рельеф, наши дороги, так скажем. Перенасыщение транспорта в городе Сочи – это, понятно, актуальная проблема. А тот транспорт, который прибывает еще в курортный сезон, он в разы увеличивается. Мы понимаем, что те водители, которые едут со средней полосы России и так далее, они непривычны к такому рельефу. И водить автомобиль тут тоже нужно уметь это делать и особые навыки. Но что хотелось бы еще сказать, что, например, те заторовые ситуации в том же ЛАО, это те пешеходы, которые прибывают на отдых, большое их количество. Те парковки, которые существуют на улично-дорожной сети, и водители, бывает, зачастую нарушают правила дорожного движения, там, где это запрещено, транспортные средства оставляют. В свою очередь, это тоже самое влияет на заторовые ситуации. Что делает госавтоинспекция? Мы поднимали неоднократно вопросы, поднимаем и будем поднимать. И направляем свои, так скажем, предложения и на комиссию по БДД, и в горсобрания. Нас слышат и также комплексно решают эти вопросы. Вот, например, нам удалось добиться того, что в Лазаревском районе будет построено в 2019 году 4 надземных пешеходных перехода. В свою очередь, это, конечно, транспортные потоки нам позволят развести. Пешеходные, я имею в виду, и автомобильные. Что сделано сейчас? Значит, в ЛАО, например, мы выставляем инспекторов ДПС, которые следят за организацией дорожного движения, за недопущением правил перехода проезжей части. Нам помогают также и казаки, сдерживают потоки именно пешеходов. Значит, мы привели в соответствие светофорные объекты в так называемую зеленую волну. Они работают по одному циклу. То есть это для того необходимо, чтобы транспорт, который идет в Сочи, например, или из Сочи, двигался в одном цикле. То есть если он на первом светофоре заехал, то на крайнем он должен выехать. Пешеходы при этом не переходят проезжую часть. Это все делается. Значит, дальше мы приводили примеры и говорили, что необходимо также все эти светофорные объекты запитать в одну электрическую цепь, для того, чтобы не было сбоев. Свои вопросы инженерные нас тоже услышали. Поэтому это вопросы, которые прорабатываются постоянно с систематической основой. Выхлоп есть от всего этого? Да, естественно. Но вы понимаете, что транспорта очень много. Может быть, кто-то все равно не видит результата, а кто-то, кто знает, он видит этот результат. В любом варианте транспорт двигается, он не стоит. Но так как постоянно все ведомства заинтересованы и работают в этом направлении, то, естественно, этот вопрос не стоит на месте. И ощутимые есть сдвиги в лучшую сторону. Горожанам есть с чем сравнить. Наверняка местные замечают перемены. Конечно, конечно. Стоит сказать, что порой организация дорожного движения вызывает нарекания и со стороны самих водителей. Скажите, встречаются ли на сочинских дорогах факты незаконной установки дорожных знаков, изменения разметки? И что вообще грозит за такую самодеятельность? Вопросы эти сведены к минимуму. Вообще практически таких случаев их не бывает. Если бывает, то очень редко. Но в статье 12.33 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф на юридических лиц. И там суммы огромные, до 300 тысяч рублей за это правонарушение. На должностных лиц до 5 тысяч рублей. В свою очередь на комиссию выносятся эти вопросы. И постоянно мониторинг осуществляется у лично-дорожной сети на предмет установки знаков и так далее. Мы эти вопросы инициируем, выносим и рассматриваем комплекс. Нередко отдыхающие, порой к 40-градусной сочинской жаре, добавляют еще градус. Чача, вино тянут на приключения. И много ли тех, кто под градусом садится за руль? Такие случаи есть. Да, они имеют место быть. Но в качестве положительного момента следует отметить, что в последовательное сокращение на протяжении истекшего периода ДТП сокращается именно с водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Это большой плюс. Что хотелось бы сказать, что систематически также ежедневно проводятся рейдовые мероприятия на предмет выявления этих водителей, те, которые управляют транспортными средствами в нетрезвом состоянии. С начала года было составлено 595 материалов по данной статье. Но, естественно, на этом работа не заканчивается. Мы также и профилактируем это. Непосредственно и вы нам помогаете. Репортажи проводим определенные. Ну и рейдовые мероприятия заинтересованными ведомствами, конечно. И последнее. Сегодня среди водителей бытует мнение, что в южных регионах могут разрешить тонировать стекла автомобиля. Ваше мнение на этот счет? Ну и в целом расскажите, как сегодня инспекторы борются с наглухо заклеенными стеклами? Я вам скажу так, что и в преддверии чемпионата мира по футболу тут было очень много приданных сил. И мы проводили широкомасштабную работу по этому вопросу. Естественно, тонировать передние стекла автомобиля запрещено. Это запрещено правилами дорожного движения. И существует определенная административная ответственность за это. То есть скидку на южное солнце никто не дает? Нет, абсолютно такого, естественно, нет. Это заблуждение. Поэтому те водители, которые нарушают правила дорожного движения, именно тонируют стекла, передние я имею в виду, которые нарушают обзорность с места водителя, естественно, будут привлечены к административной ответственности. Такой закон. Что и требовалось доказать. Спасибо, Александр Владимирович, огромное за интересную беседу. И удачи вам. Спасибо большое. До свидания. Напомню гостем нашей программы. Сегодня был временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД, УВД по городу Сочи, Александр Кузьмин. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий своего города. И всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин